История спасения пенсионерам пострадавшего из пожара уже облетела область. Сам герой недели о славе своей предпочитает отмалчиваться. Пенсионер серьез убежден, поступок подобный этому совершил бы каждый. Каждый не каждый решат зрители, а вот мы поспешили расспросить подробности чрезвычайной ситуации, как говорится, из первых уст. В тот день мужчина был в Жабенковском районе с племянником, навещал могилу родственников. Проезжая через деревню под лес и обратил внимание на клубящийся дым из-под крыши одного из домов. Не применил остановиться. В одном из окон увидел хватающегося за подоконник человека. Силой открыл окно, попытался вытащить пострадавшего. За спину, через голову, под руки, за кожу схватил уже, ну уже это последний рывок. И как схватил, и сам упал его на себя. Уже тогда оттянул, гулочка такая узенькая, оттянул туда, поставил, колозабором стоять не может, надышаться уже это. Мы ездили туда, к нему в больницу. Так он говорил, вроде бы там две женщины живут, он как служитель с ними живет. То это, то она наварила кушать, и он послал ее, идите в библиотеку, возьми, а то в понедельник выходной. Вот она вышла в библиотеку, говорит, там кушать я наварила. Вот я смотрел телевизор, потом надо покушать. Зашел, кухню открыл, а там уже дым. К приезду спасателей дым широко распространился. Создалась угроза возгорания соседних домов. Как оказалось позже, пострадавшим был инвалид. Ввиду состояния здоровья спастись без помощи посторонних ему бы не удалось. Все сгорело, все, документы, все, все погорело, ничего. Все обвалилось, и печи повалились, и дымоход, все повалилось. Вы вчера были там, да? Да, да, мы вчера ездили туда, фотографировали. Ну, поинтересовались о дальнейшей судьбе вообще? Поблагодарил вас, пострадавшим? Да, 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 плакал, что. Если бы не я, то он бы уже не жил. Оказавшись очевидцем ситуации критической, далеко не каждый пошел бы на такой отважный шаг. Страх не рассчитать силы, не спасти жизнь другому, подвергнуть риску свою. Причин масса. За поступком такой значимости стояло одно желание помочь. Самоотверженный поступок менсионера не восхитил разве что самого равнодушного. Отзывчивость мужчины высоко оценили МЧСовцы. Заслуженный спасатель Республики Беларусь Константин Шершинович не оставил этот случай без внимания. Он лично поблагодарил Владимира Степановича за участие. Конечно, то, что сделал Владимир Степанович, это заслуживает особого уважения, хотя бы ввиду того, что человек уже находится в достаточно преклонном возрасте, но в такой замечательной физической форме он смотрит за собой и еще может себе позволить такие решительные действия по спасению человека. На территории Брестской области в текущем году было спасено на пожарах 80 человек. 12 из них неравнодушными очевидцами. Повод задуматься есть. Возможно, именно завтра кому-то из нас предстоит сделать выбор. Остаться в стороне или проявить участие без промедления. Поступок брещанина Владимира Степановича, пожалуй, показательный пример для многих. Но решение, конечно, за каждым. Вас говорят как о героях. Вы себя ощущаете? Ну, я не герой, но мне кажется, что у каждого человека обязанность такая. Если же возможность есть, спаси человека. Ну, как это так? Ну, я живой человек. Живой человек и на глазах, если бы он горел, как это? София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.